Юлия Самойлова продолжает оттачивать английский. Ну и понятно, ее песня именно на этом языке. Для европейцев очень важно произношение слов, иначе, знаете, это будет звучать, когда на рынке нам предлагают арбузы, либо же дыни. Я бы не сказал, что это не солидно. Но, во всяком случае, это не есть хорошо для представителя той или иной страны. Speak French. Okay, speak French. Argentina. In Argentina. The Argentinian. И ведь действительно, представитель страны на Евровидение своего рода образец. Тот человек, на которого должны равняться и те, кто учатся в музыкальной школе, и в Академии музыки, и в Консерватории, не знаю, как его называется. Я потом скажу, что я сам окончил музыкальную школу, фортепиано, хор, сальфеджио, музли и так далее. У меня даже в мыслях не было о том, что представлять страну на Евровидение. Почему? Потому что, действительно, это очень большая ответственность. И я уверен, что есть очень много более достойных участников. В общем, идеалом быть непросто. В Инстаграме Самойловой написано также, что она заметила много каких-то неточностей в английском. И это очень хороший показатель, когда человек признает какие-то свои небольшие недочеты и старается идти вперед и вверх, улучшает свой уровень. Speak. Spanish. Okay? Yeah, very good. Тем временем, представитель Беларуси Никита Алексеев встретился со школьными учителями и спросил, как у них дела. Учителя пообещали помочь с голосованием, в случае чего подключат всю школу. Мы будем болеть за тебя. Да, я очень жду. Да, да, да. Мы знаем, что все будет. Будем переживать, будем тримать кулачки. Наши люди. Мы знаем, что ты победишь. Да. В любом случае, все, что можно будет с этой стороны, мы будем за тебя голосовать. Напомню, представитель Беларуси Никита Алексеев. Сам из Киева. Украины же нет в первом полуфинале. Голосовать оттуда смогут за нас, только в том случае, если Беларусь попадет в финал. Кстати, также Никиту Алексеев поддержала и футбольная команда Маэстро. Ровно три недели остается до начала Евровидения. 8 мая первый полуфинал, он сложнее второго, напомню еще и потому, что там не только сильно мощные конкуренты, в том числе Нета Бордела из Израиля, а также Эстонкая Бенничаева, но еще и потому, что из первого полуфинала, что попасть в финал, важно войти в десятку из 19 стран, а во втором полуфинале только 18 участников. Что ж, я продолжу следить за новостями Евровидения, я читаю все ваши комментарии, спасибо вам большое, я так понимаю, что в этом музыкальном канале пора уже вводить рубрику приветового поздравления. И вот Максим Топчев просит передать ему привет, что ж, салют вам и спасибо, что смотрите канал. Впереди самые любопытные новости, спасибо, что досмотрели это видео до конца, и желаю каждому из вас счастья, успехов, хорошего плейлиста на мобильном телефоне, не знаю, в машине, если вы где-то флешку слушаете. И однозначно удачи и только хорошего настроения.